Я думаю, многие из вас уже видели фейковые новости по поводу одобрения биткоин-ETF. И у нас вчера Кэти Вуд, которая отопила за биткоин по 550 тысяч долларов, там по 500, по миллиону, конечно же в 26-м году. А в 26-м году, вероятнее всего, будет что у нас? Медвежка. И выступала она на CNBC 12 часов назад, то есть в 9, получается, вечера по Киеву, если брать. И это было 16 октября. И самое интересное, говорит, что растут надежды на то, что ряд биткоин-ETF у нас будут одобрены, оказывается. Ну и, конечно же, на фоне этого у нас биткоин подскакивает до 30 тысяч долларов. Я, кстати, перед этим записал ролик, у меня какого-то хера не записался звук. Хочу порекомендовать вам платформу Сетликс, как надежный вариант для приумножения вашей криптовалюты. Здесь вы можете получать от 4 до 8% ежесуточно на любую сумму вашего вклада. И быть уверенными в стабильности получения дохода. Потому что я сам лично полностью проверю проект и уверяю вас в том, что все действительно работает так, как расписано на сайте. Благодаря Сетликс я заработал уже более 1000 долларов и продолжаю получить доход. Поэтому рекомендую проект и вам. Перейти на Сетликс его можно по ссылке в описании. Поэтому это пиздец. До 30 тысяч долларов четко оперлись в уровень. То есть здесь лимитный продавец. Это ключевой уровень поддержки и сопротивления, который у нас будет ознаменовать то, что у нас бычий рынок начался, как только мы за него закрепимся. Ну и вполне логичное и ожидаемое снижение сегодня. И, скорее всего, мы вернемся обратно на 27 тысяч, откуда мы и стартанули. Ну и по поводу ликвидации. И, естественно, вчера у нас было ликвидировано на 137 миллионов долларов шахтов и на 52 миллиона лонгов. И сегодня еще на 8 миллионов, то есть суммарно 60 миллионов лонгов ликвидировано. Вот. Естественно, мы полетели сугубо на шахтах. Это первое. В большинстве случаев 90% движения, если не 95, сделали шахты. Я думаю, понятно. То есть большинство, естественно, в них повставали. Это первый момент. Второй момент. Конечно же, люди повставали в лонги. Плюс крупный капитал по рынку закупил монеты. То есть как это происходило. Вот у нас даже на форклоге вышла новость, что пробил 30 тысяч долларов. Да. Ну, не пробил, а уперся. Да. На слухах об одобрении заявки от BlackRock и iShares. Да. И самое интересное, у нас вышли эти новости. То есть для начала крупный капитал что сделал? Он у нас вбросил, ну, купил монеты по рынку, чтобы цена пропампилась. Потом начали, естественно, закрываться по стопам шахты. То есть это каскад ликвидации пошел. И потом уже толпа подхватила, начала заходить в лонги. Закрываются шахты, открываются лонги. Крупный капитал вбрасывает монеты по рынку. Ну, и пошло-поехало, как снежный ком. Это все накопилось. И плюс еще вышла новость. И толпа еще больше воодушевилась. Начала с большим энтузиазмом открывать лонги. И потом после этого что? После этого, конечно же, у нас ликвидировали те же самые лонги примерно на треть этой суммы. Индекс сахар жадности у нас находится на уровне 52. И, соответственно, как мы видим, он немножко приподнялся на 5 отметок. Но какой-то лютой жадности все равно не возникло. Но, в принципе, у тех участников, которые там остались, процентов 20 в рынке, да, у них жадность, естественно, проснулась. Ну, как я уже сказал, в принципе, у нас крупный капитал сначала выкупил монеты по рынку, чтобы дать импульс. Потом, соответственно, выпустил новость, чтобы подтолкнуть цену. Потом, соответственно, начались закрываться шарты. То есть, ну, по стопам, да, логично. А закрытие, это, соответственно, продажа, соответственно. Вот. И, в принципе, конечно же, ну, вернее, покупка наоборот. Вот. И после этого у нас, соответственно, начали ввести цену наверх. А потом, когда уже поняли, что вверх она идти не готова, и за ключевой уровень не хотят ее ввести, то, соответственно, у нас подлетает новость, что это, оказывается, фейк все новости. И самое интересное, что тот же Файклок удалил новость о том, что, соответственно, биткоин ETF одобрили. Вот. Ну, как бы, я это пруфануть сейчас не смогу. Но кто видел, тот видел, что было, что типа BlackRock там одобрили. Сек одобрила ETF от BlackRock. Ну, а по факту, как минимум, ни хера не одобрили. И на данный момент написания цена откатилась, потому что, естественно, у нас ничего не одобрили. И TheBlock с ссылкой на сайт SEC и NASDAQ пока не подтверждает сообщение об обновлении заявки. Вот и все. Поэтому ничего там никто не одобрил. Ну, и, соответственно, также у нас извинились. Сказали, что CoinTelegraph приносим извинения за твит, который привел к распространению неточной информации о биткоин ETF BlackRock. Это говорит о чем? Что нужно, сука, включать мозги и проверять всегда информацию. Подтверждена, не подтверждена. А если вы просто верите на слово новостям, а 99% людишек так и делают, да, то есть они услышал звон, но не знают, где он. То есть неважно. А потом выходят опровержения. То есть они такие, а, ну да, точно. Да, фейк, фейк. Ну, то есть, понимаете, то есть они сначала, также их как стадо загнали, что это не фейк, это действительно так. Потом, соответственно, они на это повелись. Потом сказали, что это фейк. И они такие, а, ну да, фейк, тогда продаем. Ну, и цену сбрили, и, соответственно, цена упала. И, конечно же, потом еще ликвидировали лонги. То есть побыли в обе стороны, как говорится, да. Ну, и Wall Street Journal, конечно же, у нас тоже выпустило, что вот у нас BlackRock заявляет, что SEC не одобрила биткоин ETF. И это все фейковые вбросы. Потом, соответственно, у нас SEC выпустило серьезное предупреждение после слухов о фальшивых биткоин ETF. Ну, и после бурного дня, конечно же, говорят, что осторожно читайте все в интернете. Лучший источник информации о SEC – это сам SEC, то есть их официальный сайт. Вот. Ну, и, конечно же, говорят, что отчет помог внести вклад в ликвидацию компании около 182,5 миллиона долларов за последние 24 часа. И повлияет ли это на шансы? Ну, и SEC теперь знает, что существовал фальшивый, получается, памп для манипулирования рынком одобрения биткоин-спот, на который они могут сослаться в следующем опровержении биткоин ETF. И это помогает снова отклонить им заявки, поскольку они могут продемонстрировать манипулирование базовым рынком. Отличная работа, ребята. Ну, и реакция Ала и Финка, то есть основателя Блэк Рока, подчеркнула растущий спрос с энтузиазмом в отношении инвестиций в криптовалюту с их глобальной клиентской базой. Ну, и свидетельствует о растущем интересе к крипте. Ну, ни о каком растущем интересе сейчас речи идти не может, да. Но, в принципе, у нас продолжают говорить, что приток криптофона увеличился третью неделю подряд. И говорят, что торговые объемы все равно оказались на 27% ниже средних для 2023 года значений. Но составили примерно 52,152 миллиона, да, по сравнению с 784 недели ранее. То есть у нас все равно, у нас даже, я бы сказал бы, недоток происходит, а не приток. И Энтони Скоромуччи допустил рост капитализации до 15 триллионов. Конечно же, вчера эта новость, по-моему, с утра вышла, да, насколько вы помните. И еще позитивчику подогнали, чтобы, конечно же, сбрить шарты по BNB. Binance сожгла токены BNB на сумму более 500 миллионов долларов. Ну, и, конечно же, в долгосроке это все позитив. Давайте посмотрим на цену BNB. Уже 213 долларов. Я рекомендовал покупать по 205. Вот здесь, когда мы стояли и на Ютубе, и в закрытом клубе, в том числе, и сам докупался, да. Ну, кто сделал это, тот молодец. Ну, а кто нет, тот, соответственно, нет. Можно было и по 206 долларов купить, и по 205, 207. Ну, а кто покупает дороже, естественно, те, кто уже заходят в вышедший поезд. Я не говорю, что даже сейчас это плохая отметка. Нет, ну, просто одно дело, когда ты заходишь, когда рынок в спокойном состоянии. Другое дело, когда рынок уже на пампе и на выносе шартов. Ну, и, в принципе, то же самое произошло по эфиру. Ну, и за счет, кстати, таких пампов крупный капитал набирает позицию в долгосроке, в том числе. Вот, поэтому далее у нас это тоже позитив. И, как минимум, говорят, что сожгли 2 миллиона штук на сумму 500 миллионов. И это, конечно же, дефляционная модель, и так как все монеты уже в обороте, то, конечно же, я говорю, что у нас биржа собирается сжечь 50% общего предложения токенов для достижения объема в 100 миллионов. Вот, и в июле также провела предыдущее квартальное у нас сжигание токенов, как минимум. И стоимость 2 миллиона уничтоженных составила 480 миллионов. Поэтому в долгосроке я более чем уверен, что BNB будет стоить 600 долларов как минимум обратно, да. А то и может быть 1000, может даже и 2. Ну, посмотрим. Опять же таки, я не собираюсь ставить заоблачные отметки. Но на перехай, я считаю, она однозначно на булгане сходит. Фонд Solana стала партнером свободной экономической зоны Дубая. И так как у нас Solana, в том числе CBDC, как я уже показывал, да, и, по-моему, со SWIFT-ом она сотрудничает. То есть, так же, как и Chainlink, ну, могу ошибаться, поправьте в комментах. Но, в принципе, я уже говорил, что Solana однозначно у нас тоже может иметь перспективы. Я ее не докупал еще, но, в принципе, хотел бы увидеть более низкие значения. Если посмотреть на нее сейчас, то она находится на таких локальных хаях, да, находится в накоплении. Ну, опять же таки, заходить в нее сейчас, тем более, после такого пампа, такое себе, то есть, когда она ходит возле уровня сопротивления, я дождался бы хотя бы 20 долларов, в идеале 15 долларов, а то и ниже. Но это если дадут. Если не дадут, ну, хрен по ней, буду, значит, сидеть без Solana. То есть, я закупаюсь по цели. Потом у нас, конечно же, какой-нибудь телеграф говорит, что же произошло вокруг, что за шум вокруг биткоина и тиреев, да, вот, как пела Каста, да, вокруг шум, так, стоп, не кипишуй, да, вот, все ништяк. Поэтому, ну, и, в принципе, в этом-то и прикол, что многие начинают вот это шебуркшить, да, суетиться. И в этом-то и прикол, что, кстати, была, по-моему, какая-то то ли притча, то ли новость по поводу того, что, ребята, не нужно суетиться. То есть, там, встретились два мудреца, и один на другой раз спрашивает, что ты делаешь, смотрю, как деревья растут, а второй ему говорит, суетишься, понимаете. Вот здесь та же самая ситуация. Многие такие, о, приняли ЕТФ, не приняли. Да какая разница, блядь, ну, я сказал, ребят, ну, примет его на хая. Как было, так и было. Вот, поэтому, как было до этого, так и будет в этот раз. Поэтому не надо надеяться, что вот это произойдет раньше, вдруг внезапно. Ну, видите, я тоже думал, что, как это, действительно приняли, походу, все, буларан начался, даже у меня закралась такая мысль. Но я понимал, что какой-то подвор, блядь, ну, не может все так быть просто, понимаете. И потом, по итогу, да, спустя пару часов, то есть у нас примерно где-то в полпятого, это если брать по Киеву, вышло новое, что у нас ЕТФ одобрили. И потом, соответственно, спустя, даже спустя где-то полчаса, чтобы вы понимали, спустя где-то полчаса вышла новость, что это фейк оказывается, понимаете. То есть биткоин у нас поднялся, вот, где-то в 16.35 вышла новость, потом, соответственно, у нас в 17.10 уже оказалось фейком. То есть спустя где-то, ну, полчаса, минут 40, и у нас сказали, что представители Fox Business связались с представителями. И по последним словам, да, заявка на запуск биткоина ЕТФ по-прежнему находится на рассмотрении. Вот, и CoinTelegraph извинились, признали, что информация оказалась ложной. Вот, и отметили об этом в Твиттере, ну, и We apologize that led the disinformation of inaccurate information regarding of BlackRock Bitcoin ETF. Вот, приносим извинения, которые привел к распространению неточной информации, к дезинформации. В настоящее время проводится внутреннее расследование, стремимся к прозрачности и делимся результатами расследования с общественностью после его завершения в течение трех часов. Вот, и все. Поэтому, ну, то есть, это был фейк, и это было очевидно с самого начала, ну, лично для меня. Потому что, ну, очевидно, что на хаях эти новости выйдут, и на хаях это все, ну, типа адобрят, хотя могут адобрить и раньше, чтобы киты закупились. Вот, и все. Ну, и, как минимум, пробил, ну, не пробил, а уперся в 30 тысяч и откатился к предыдущей цене. И, естественно, у нас говорили, что опасения могут быть по поводу рецессии. Это у нас говорил Пол Тюдор Джонс, и немногие это слышали. На прошлой неделе в JP Morgan рекламировал биткоин как безопасную гавань для торговли определенной макроэкономики. Ну, и, конечно же, конечно же, да. В общем, короче, вы поняли, что на самом деле у нас страдает от низких объемов ликвидности у нас что биржи, что биткоин. Но, как минимум, по факту у нас СЕК не адобрила биткоин ETF от ISHX, и это все оказался фейк. И, как минимум, вот у нас даже картинка, что покупаем, докупаем, тут тоже и тут на всю котлету фиксируем прибыль, да. Поэтому, как пытаются забирать монеты, ну, естественно, у нас толпа начала после этого закупаться на хаях, ну, а потом прокатиться сами знаете о чем. Ну, и, как уже говорили, та же СЕК, те же BlackRock, что примут они ETF, вероятнее всего, в мае-июне 24-го года. Ну, опять-таки, все это подгоняется под халлинг, типа на халлинг якобы цена у нас улетит to the moon. Но мы прекрасно понимаем, что нихера не адобрят даже тогда, и никакой суд против Ripple не закончится. Это все, ну, этот весь позитив у нас появится на хаях бычьего цикла, а это, вероятнее всего, 25-й год. Вот у нас также на битсмедиа фик про биткоин ETF поднял стоимость биткоина до 30 тысяч долларов. Вот, потом, соответственно, у нас конструктивный разговор, почему биткоин дорожает после новостей про ETF, вот. Ну, и какое имеет значение, то есть, в том числе, в ETF на золото распоряжаются капиталами в триллионы долларов. Ну, и, конечно же, после этого у нас существует Grayscale фонд, BlackRock, там, и многие другие. Вот, тот же Ark Invest от Кэти Вуд, 21шерс, и, в принципе, по мнению, говоря, что одобрит ETF в начале января 24-го года. То есть, они сказали сначала, там, вот-вот, сейчас поймем в 23-м году, потом, соответственно, перенесли. Там сначала сдвинули на месяц, потом, там, на полгода, вот, до мая-июня 24-го года, потом обратно вернули январь 24-го, а потом, чуть ли не вчера, все-таки, о, все, одобрили, да. Ну, и по итогу, как мы понимаем, что ни хера не одобрили, это было очевидно, что фейк, ну, и после этого все ожидают массового притока капиталов, институционалов, поэтому и ждут рост цены. Вот у нас отрывает, что биткоин теряет прибыль после того, как BlackRock опроверг отчет об одобрении ETF. Ну, и, как минимум, это уже вечером у нас вышло, вот, ну, и, в принципе, внезапно вырос, конечно же, на ожиданиях, что вот-вот примут. Ну, и, как я говорил, одной свечой биткоин не уебет на 100 тысяч долларов, даже после принятия ETF, если это действительно было бы правдой. Если бы это было бы правдой, да, то сначала бы пропампили цену, да, то есть, киты все успешно закупились, а потом, когда они собрались фиксироваться, да, тогда бы они, естественно, выпустили эту новость. Ну, так, в принципе, и произошло. Но, и, кстати, я более чем уверен, что те, кто собирались у нас фиксироваться по 30, там, тысяч долларов, 28, да, они этого не сделали. То есть, помните, спекулятивно, кто там заходил в средний срок, они, естественно, эту операцию не произвели. Почему? Потому что они будут ждать выше. Ну, в принципе, скорее всего, мы сейчас пойдем вниз для того, чтобы собирать теперь лонги после ожидания одобрения биткоина ETF. Вот, и 8 часов назад разъяснение по поводу распространения ложных новостей. И говорят, конечно же, благодарны за поддержку и доверие на протяжении 10 лет. Но, как мы видим, в принципе, деньги решают все. Как говорится, Money Talks и, естественно, CoinTelegraph тоже выпустили фейк-новость для того, чтобы, ну, как бы, заработать денежек. Вот, поэтому, ну, и полный разговор, слухи о новостях через канал Telegram используют для обнаружения истории. Ну, и, конечно же, люди у нас начали обсуждать, и, в принципе, сотрудник повторно разместил текст лида, опубликованный в учетной записи Telegram, впоследствии был удален. Ну, и читатели сообщили о проблеме CoinTelegraph через социальные сети. Я считаю, что это все была спланированная акция, поэтому полная херня, что они там оправдываются, типа, якобы мы там сожалеем. Ребята, ну, CoinTelegraph в одной из крупнейших у нас изданий, и очевидно, что, конечно же, киты все это дело проспонсировали для того, чтобы фейк-новости повыходили. И даже не важно, фейк, не фейк, то есть любые новости, которые выходят в отношении криптовалюты, это все дело тех, кто боит эти самые позиции. Вот и все. Это с самого начала я уже об этом говорил неоднократно. Вот, ну, и тоже вот у нас на РБК курс биткоина взлетел и рухнул на фоне о слухах одобрения биткоина ETF, то есть было 30 тысяч и уже спустилось до 28. Вот и все. Потом Binance также, вот у нас CoinTelegraph приносит извинения за дезинформацию, тоже это опубликовала. Ну, и, в принципе, как мы видим, все это происходило вечером для того, чтобы уже толпа смогла, скажем так, торговать и заниматься вот этой херней, чтобы то вставать то в лонг, то в шорт, ради того, чтобы заработать, но по итогу все потеряли. Ну, и, в принципе, как минимум у нас было мощное бритье вчера, доминация USDT жестко просела. Вот, и я предупреждал, что может быть сильное движение, ну, и сейчас, как минимум, уже обратно все возвращается. И, кстати, кстати, мы закрыли гэп, вернее, не закрыли, а идем закрывать гэп по биткоину, как раз который в районе 27 тысяч. Какое совпадение, да? Вот, давайте посмотрим, что у нас. Здесь биткоин-доминация тоже у нас люто подлетела, вплоть до, там, практически 53%. Давайте глянем эффект доминации, что у нас. Эффект доминации упала. Доминация BNB, ну, что-то подскочило. Кстати, гэп образовался, и у нас здесь был мощный откуп, судя по всему, для того, чтобы цену пропампить и сбрыть шахты. Вот, ну, и доминация альтов тоже у нас прохудилась, и, как минимум, закрыла гэп. Вот этот, насколько я понимаю. Здесь у нас был хай 10.95, здесь у нас был 10.86. Да, закрыли более чем, но не закрыли еще вот этот. Вот, поэтому, может быть, и будет дальнейшее падение, это уже мы посмотрим. По поводу CME на эффект, как мы видим, еще здесь не закрыли мы до конца, поэтому, я думаю, вполне это вероятно, что закроем. По фонде, кстати, что у нас происходило? Ну, индекс доллара продолжает пытаться пойти наверх. По S&P пытаемся закрыть гэп, который мы не закрыли. NASDAQ у нас тоже пока отскок. Ну, по NASDAQ, Dow Jones и 3Q мы уже все давно закрыли. А, нет, по Dow Jones вот здесь еще не закрыли. Вот, поэтому, в принципе, здесь они действуют немножко на опережение, я думаю, понятно. По поводу ликвидации разобрались, по поводу новостей разобрались. Ну, и давайте пройдемся по борьму по монетам, что у нас происходит. Соответственно, по Solana я показал, по Bitcoin показал, в принципе, жду дальнейшего движения вниз, естественно. И, в принципе, я, кстати, говорил, что у нас, если глянуть, Liquidation Map, что у нас происходит. То есть, у нас вплоть до, получается, давайте глянем, вплоть, скорее всего, до 27 тысяч у нас есть, что ликвидировать. И, если посмотреть вот здесь, вот у нас на 25, 200, вплоть до 500 миллионов долларов можно ликвидировать, как минимум. Вот и все. То есть, 10x плечо у нас берет толпа, а ликвидировать вот здесь, ну, до 30 одной. То есть, все равно у нас встали, я так понимаю, в шахты на 300 миллионов, вот. А если же, посмотрите, у нас Liquidation Card Hitmap, да, то есть, как-то у нас, которая такая, давайте глянем, месяц, наверное. Вот, и посмотрим, что у нас здесь происходит. У нас ситуация плюс-минус аналогичная, и, как минимум, у нас лонгов тоже набрено нехило. И в районе где-то 25 тысяч, вот у нас здесь получается 400 лямов. Вот, если посмотреть на текущий момент, 450, и вот даже в районе 26, 400, 26, 500, 600 миллионов ликвидировать могут. Прикиньте, ребят, у нас набрано объемов. То есть, толпа понабирала с этих отметок, и это, скорее всего, было как раз-таки вчера. Вот и все. Вот, потом, соответственно, по 1 ищу продолжается движение. То есть, у нас продолжают дальше перед наверх. По Айву, я говорил, я не тороплюсь, я жду снижения. Вот, в принципе, и сейчас оно потихонечку начинается. По Адекардану тоже сбыли шахты. По Алгорэнду у нас тоже уперлись в уровень. Какое совпадение? Вот у нас 984, у меня уровень 983. Почти тик-втик. Вот. Элис. У нас аналогичная ситуация. TLM, давайте посмотрим. Элис, TLM, да. И, кстати, за эти монеты вообще никто не говорит из блогеров. Говорили все в 2021 году, тоже сбыли шахты. Пониженная волатильность. А, я хотел показать, соответственно, да, по поводу волатильности. Вот она была. Видите, пониженная. И потом бум, выстрел. И, кстати, вот здесь, когда мы сходили 16 августа, это, по-моему, когда мы с 30-ки сходили на 25. Стрейкинг эфириума по наиболее выгодным тарифам только на Сетлик СИО. Ссылка в описании. То тогда как раз-таки у нас и произошло падение. Да, вот у нас 16-17 августа, 29, мы сходили на 25. То есть минус там 5000 долларов буквально за сутки. Вот. И, в принципе, об этом я говорил, вот у нас была повышенная волатильность. И после этого у нас бум, простоял. И простоял, соответственно, у нас практически в 10 раз. Да, ну не практически, а так и есть. И теперь будет, конечно же, снижение волатильности для того, чтобы, ну, как бы, соблюдать баланс и устаканить рынок. Давайте посмотрим, что у нас по сервии. Пойдемся по анонимным монеткам. Ну, по сервии какого-то особого выстрела не было. Заткэш у нас сбыл шарты. Пошел вниз теперь. Дэш. Аналогичная ситуация. И закрепились за уровень, как минимум, по Монеро. Просто снижение. По биткоин-кэшу, скорее всего, тоже сбыл шарты. Да, сбыл шарты. И теперь падаем вниз. О чем я и предупреждал. По юсу то же самое. Антологи. Ну, то есть, по всем альтам у нас побыли. Если посмотреть, давайте зайдем еще раз в ликвидации. У нас по биткоин-кэшу вышло где-то по 100 лямов, да. По остальным альтам это примерно у нас. Ну, давайте глянем конкретно на BTC. Если посмотреть, у нас вышло где-то на 85 миллионов. Остальные 50 приходятся на альткоины. Вот и все. Поэтому это тоже довольно-таки нехило. Ну, а сейчас уже в районе 26 у нас там на 600 миллионов. Вдумайтесь. Еще в районе 25 еще 400. То есть, это где-то 1,1 ярда можно ликвидировать. Ну, и гадайте, куда цена, вероятнее всего, у нас пойдет. Потому что, а по шартам где-то 300 миллионов всего лишь. В районе 31 тысячи, да, у нас набрано. В принципе, я считаю, вероятнее всего, у нас движение вниз. Антологи то же самое. Ну, и давайте BNB с эфиром еще раз напоследок. Вот, BNB тоже снижение сбыли. Ну, я говорил, когда можно было купить. Вот, дешевле на 10 долларов. Ну, эфир то же самое. Поэтому, я не тороплюсь сейчас. Наблюдаем за ситуацией. Всем удачи и всем ага.